Наша история, как и многие похожие, начинается с молодого и амбициозного политика. Он достаточно религиозен и является членом партии консерваторов. Он исключительно целеустремлен, поэтому погрузился с головой в политику. Однако, чем больше власти он получал, тем агрессивнее становились его действия. Он запустил секретный проект под эгидой национальной безопасности. Вначале это был проект по разработке биологического оружия, невзирая на цену. Однако, как оказалось, основной целью была власть — полное доминирование над людьми. Проект, тем не менее, завершился довольно трагически. Во время экспериментов был выведен вирус, вызывающий страшные разрушения в организме жертвы. Представьте себе вирус, страшный по своей силе, излечить от которого можете только вы один. Если ваша цель — власть, то как вы будете использовать это оружие? В этой истории есть не только этот политик, но еще один человек, более ужасный по своей сути. Именно он предложил выбрать объектом для изучения вируса не врагов страны, а наоборот, саму страну. Было выбрано три цели — школа, станция метро и завод по очистке воды. Несколько сотен умерло за первые три недели. Три реки действительно заражены. Террористы контролируют распространение вируса. Ужасная драма в лондонском метро. Новости, распространяемые масс-медиа, породили чувство страха, которое разделило страну на жертв и тех, кто опасался ими стать. До кризиса в Сент-Мэри никто не мог предугадать результаты выборов. Но после той драмы у страны не оставалось другого выбора. Некоторые считают, что так захотел Бог. Но Богом стала фармацевтическая промышленность, которая контролировалась несколькими членами партии, почти молниеносно разбогатевшими. Год спустя люди увидели арест и казнь нескольких террористов, а память жертв почтили этим мемориалом. Но целью всего этого являлся страх. Страх стал самым мощным оружием этого правительства. Политик, который мог избавить от страха, был выдвинут на новую должность верховного канцлера. Все остальное, как говорится, уже история.